В общем, мне очень странно, как у вас вообще строятся отношения со штаб-квартирой, с американцами. Потому что вы же должны следовать каким-то трендам. Вот, допустим, с одной стороны. С другой стороны, вроде бы, журнал женский, да? Вроде бы, как считается, что женщины должны ратовать за создание семьи. Я думаю, что очень многие сотрудницы журнала имеют молодых людей, мужей. Некоторые даже рожают. Вот ваша предшественница ушла в декретный отпуск. И как это все сочетается с трендом на то, что институт семьи надо ликвидировать, узаконить гомосексуальные браки, однополые? И вот как ваше отношение к этому? И как вы вот эти вот совмещаете два таких взаимоисключающих начала? Ну, Космо никогда не ратовал за то, чтобы ликвидировать институт семьи. С одной стороны. С другой стороны, это же американский журнал. Безусловно. У американского журнала есть Америка и их тренды. Вот я вот и спрашиваю, как вот вы... И безусловно, если вы возьмете в руки последние выпуски американского космополитена, вы найдете там материалы о однополых парах девушек. Да-да-да, я вам про это и говорю. Ну, мне кажется, что, во-первых, мы знаем, насколько, так сказать, противоречив и даже, я бы сказала, странен диалог на эту тему в нашей стране. Вообще, есть ли он? Не знаю. Ну, как? Ну, вот в нашем журнале его скорее нет. Более того, наша аудитория, а изучение аудитории космополитена – это тоже целая наука, все-таки дает понять, что наши девушки скорее с традиционными взглядами. И все, конечно же, хотят семью, детей и прочее. Другое дело, что космополитен – это скорее child-free журнал. Не в смысле, что девушка космо убежденная child-free, а в смысле, что журнал существует не для того, чтобы мы в нем писали о детях. Мы можем писать о том, когда девушка космо готова или не готова рассуждать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.